всем привет рада вас снова видеть на своем канале сегодня мы с вами посмотрим такой достаточно коротенький расклад под названием в какой сфере наиболее ярко проявится изменения и какие выбирайте позиции для себя камешки вы видите тайм-коды всегда есть в описании под любым моим роликом также есть под любым моим роликом ссылка мои услуги перейдя по ней вы сможете увидеть мои контакты в чем заключается мои услуги что и как можно самой со мной связаться и чем я вам могу быть полезным в общем там все описано вот и по выходным у нас проходят в субботу воскресенье близ консультации в разделе сообщества на главной странице моего канала вот вы можете прочитать анонс который я выкладываю каждую неделю а мы с вами давайте приступим работать будем на колоде терра волата а вот недавно меня спрашивали у меня есть обзор на канале по этой колоде вот это подлинник это оригинал такой коробочки очень интересный вообще в плейлисте обзора моих колод есть принципе все мои колоды с которыми я работаю вот кому интересно просто посмотреть даже если вы не таролог не знаю мне всегда было интересно смотреть колоды и до сих пор вот переходите смотрите а мы сделаем значит следующим образом я выложу 12 домов и вот и в том доме где у нас выпадет великий аркан это будет показатель того что вот в этом доме да то есть в этой сфере у вас произойдут изменения потом мы посмотрим какого рода поэтому в принципе я не планирую думаю что у меня здесь такое косу мне перышко не планирую делать большой расклад так отодвигаем у нас позиция номер один голубенький камешек сюда пока отодвигаем так ну и давайте сразу буду переворачивать будем смотреть если выпадет великий арка то в этой сфере в ближайшее время у вас будет перемен вот выпал нас 1 аркан звезды аркан мира так смотрим дальше какой сфере какой сфере какой сфере так выпал аркан смерти так и последнее сценарии вот тогда значит смотрим 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 первый аркан который у нас выпал это аркан звезды он у нас падает на третий дом третий дом у нас отвечает за коммуникацию за общение за близкие дороги то есть передвижение небольшие общение с родственниками с близкими да то есть близкое окружение и коммуникация что за перемены у вас произойдут в том числе и поездки да я уже сказал также это могут быть ваши мысли это то чем наполнена ваша голова вот и здесь уже аркан звезды сам по себе у нас говорит о том что есть какие-то мечты какие-то представления надежды ожидания да то есть какие-то фантазии на что-то вы надеетесь с чем это будет связано это будет связано это будет связано знаете здесь выстраивание какого-то какой-то коммуникации общения с человеком который для вас очень важный да можно сказать даже судьбоносный дело в том что здесь возможно с этим человеком не очень-то простые отношения у вас они могут быть как личного характера да то есть также как и там не знаю родственник какой-то да то есть помимо любимого человека и может быть родственник может быть ваш ребенок в общем человек фигура которого для вас не безразлична и дело в том что пятерка мечей здесь говорится говорит о какой-то внутренней борьбе которая проходит внутри вас по отношению к этому человеку и дело в том что вы очень хотите выстроить какое-то совместное такое продуктивное взаимоотношение с этим человеком но присутствуют обиды я не знаю это обиды к этому человеку либо вообще какие-то ваши прошлые обиды которые триггерит именно этот человек но однозначно это то что приносит боль лично вам это то что не дает вам выстраивать те отношения вот знаете как-то совместно как-то сообща что-то строить идти в будущее здесь очень много боли здесь возможно моменты связанные с предательством конечно же если было предательство будет недоверие здесь могут быть обиды да и как я уже сказала ранее не только на этого человека возможно допустим обиды на мужчин и вам сложно выстроить взаимоотношения с конкретным мужчиной потому что триггерят вот это вот боль здесь могут быть связаны вопросы связанные с критикой опять-таки но в любом случае а этот аркан он всегда нам говорит на все пятерки говорят нам о нашем развитии о нашей внутренней борьбе то есть то что происходит внутри нас для чего для того чтобы мы двигались для того чтобы мы развивались потому что предыдущие аркан это у нас четверка все четверки у нас говорят про стабильность то есть где-то в каком-то моменте мы прекратили развиваться где-то что-то пришло даже достигла какого-то своего уровня да и дальше она не развивается и вот приходит марсианская энергия пятых арканов и младших и говорит о том что что-то должно произойти что-то должно разрушиться и в данном случае если вы ощущаете что внутри вас идут какие-то разрушения из-за которых вы что-то не можете сделать продуктивно то есть это не только там я не знаю личные отношения да это может быть профессиональные какая-то сфера да ну а касается то есть очень больно да что не знаю может быть критикует может быть унижает может быть оскорбляет может быть подставляет может быть придают 5 арка пятерка мечей в данном случае такая достаточно многогранная да то есть здесь если это например касается профессиональной сферы до ожидали я не знаю какой-то бонус либо подтверждение повышение и вдруг неожиданно вас подставили или как-то не знаю очернили вас и вот вас этого лишили но однозначно очень то что мне нравится по аркану звезды это то что здесь идет такой позитивный настрой почему потому что вмешивается старший аркан высшего суда то здесь в этой ситуации должны произойти обновление обновление связаны с коммуникации то есть вы как-то по-другому даже не то чтобы обновление а здесь по-новому абсолютно потому что рождение ребенка потому что идет некое такое очищение избавиться от того что уже ну не нужно вам да вы вы уже знаете как-то созрели на какой-то более конструктивный диалог да либо мысли ваши они должны быть уже более конструктивными они саморазрушающие здесь энергия саморазрушения самобичевание но по причине чего по причине того что что-то вы в себе не принимаете и есть как я уже сказала да какие-то люди либо какие-то ситуации которые сейчас для вас очень актуальны у каждого они свои и они как будто бы не развиваются и вы понимаете что причина вас на что вам надо что-то внутри себя изменить для того чтобы получить то что вы хотите и зависимости от того насколько ценно то что вы хотите да то есть это может быть построение отношений может быть человек вам настолько дорог что вы понимаете что я готова изменить изменить измениться да не измените а измениться внутри себя не ради этого человека, этот человек является неким таким стимулом просто, да, либо эта ситуация настолько важна, эта работа настолько важна, эта дружба настолько важна, что да, я готова переступить через свой эгоизм, потому что я понимаю, что вот эта вот мотивация, она как будто бы, знаете, вот как-то свыше вам послана для того, чтобы вы стали другим, но другим человеком не знаю, более как-то качественная ваша жизнь стала, здесь очень важный какой-то аспект, ну давайте посмотрим на дополнительных картах все-таки, да, то есть сферу вам посмотрели, что именно здесь произошло, хотя в принципе я уже описала, с чем здесь связана эта пятерка, пятерка мечей связана с выбором, с выбором и с оценкой ситуации, да, когда вы четко для себя не можете еще сказать, а нужен вам этот человек, эта ситуация в вашей жизни или нет. Знаете, здесь не сомнение, а вот присутствует какое-то такое, знаете, колебание в плане того, что, знаете, вот вы вроде начинаете что-то делать и не получаете тех результатов от ваших ожиданий, да, которые вы хотели бы получить, и это вас очень сильно накрывает, и в этот момент вы подаетесь вот этим своим каким-то негативным мыслям и говорите о том, что окей, не получилось, не больно-то и надо, да, то есть я пойду как-то вот другим путем, найду другого партнера, найду другую работу, да, не буду общаться. То есть здесь как будто бы с одной стороны присутствует, может быть, даже еще и вот эта вот одержимость, да, что вот, ну, здесь явно проблемы с характером, то есть с одной стороны присутствует эгоизм, а с другой стороны вот эта вот жертва, за которую цепляетесь, то есть может быть столкнулись с человеком, который сильнее вас, может быть тот человек, который не поддается вашей в кавычках дрессировке, да, и вот это вот внутреннее желание я, я покажу, я докажу, я, мне это надо. Вопрос здесь заключается в том, что а вам действительно это надо, либо из-за того, что вы столкнулись с каким-то противостоянием, да, то есть не случается так, как вы хотели, так, как вы ожидали, так, как вы надеялись на что-то, и из-за того, что вот с этим сталкиваетесь, вы начинаете бороться, и по сути забываете, а ради чего затеялось вот это вот, вот это все ваше противостояние, то есть внутри себя ради чего вы боретесь, то есть ради чего вы сами себя, может быть, разрушаете. Здесь такое недостаточно что-то глубокое у каждого из вас, я просто так задумалась, думаю, хотела легкий расклад, но, видимо, у Таролы, как у меня, легких раскладов не бывает. Я очень люблю психологию, и про это все время говорю, поэтому я это вижу, это то, чем я наполнила, и я это вижу. Но если вы разберетесь, да, со своим вот этим выбором, а нужно ли мне это действительно, причем здесь, понимаете, здесь не только нужно сказать, так знаете, от ума, да, да, мне этот человек нужен, да, мне эта работа нужна, сколько вам нужно понять, какие последствия, да, вот это вот ваше решение, принятое за собой понесет. Иногда бывает так, что ты хочешь что-то человеку сказать, но ты боишься последствий, что ты, возможно, ранишь его чувства, возможно, это приведет к какому-то скандалу, то есть последствия мы боимся. И вот этот страх, он не дает нам показать себя, проявить себя. И вот здесь скорее надо подумать больше о последствиях, да, потому что вот четверка жезлов опять говорит о том, что вы хотите, хотите какого-то праздника, да, то есть здесь ощущение того, что вы как будто бы... Здесь такая энергия у меня идет по энергии, на уровне, да, масло-масляное, ну вот на уровне ощущений, говорящий о том, что я хочу прояснить ситуацию, я хочу для себя определить, что мне нужно, как мне нужно, а я хочу что-то такое хорошее, позитивное, и я в это верю, самое главное, но для того, чтобы прояснить эту ситуацию, должно произойти очищение, а оно без конфликта никогда не бывает. То есть ты что-то скажешь, тебе человек выскажет и какие-то свои претензии, недовольства, и вот вы боитесь, что вот это все приведет к какому-то скандалу, а вам нужна четверка жезлов, вам нужна стабильность, праздник, вам нужна гармония. То есть здесь люди, как правило, те, которые обходят острые углы, они не любят конфликтов, им проще, как-то, знаете, где-то уступить, отойти. Не потому, что они слабые, а потому, что они не любят, вот здесь вот страх перед эмоциональной какой-то болью идет. То есть я боюсь этой боли, но при этом, смотрите, как ловушка нашего ума, я боюсь этой эмоциональной боли. И именно поэтому, не выбирая высказать другому человеку то, что я хочу ему сказать, чтобы его не ранить, почему? Потому что я знаю, что такое эмоциональная, психологическая боль, и я ранее разрушаю это себе. То есть здесь, как будто бы, вот эта вот агрессия, она направлена внутрь вас, не вовне, а внутрь. То есть вот это вот разрушение, вы понимаете, что нужно что-то разрушить, надо что-то изменить. Но этого не происходит, потому что ваш подход, он не совсем конструктивный, скорее всего. То есть вы здесь как будто бы боитесь напрямую сказать то, что вы хотите. То есть нету искренности в самой ситуации. И вот желание, чтобы все было вот так вот по празднику, все хорошо, стабильно, оно приводит вас к тому, что вы разрушаете сами себя. Здесь говорится о том, что именно вот эта вот модель поведения, она не совсем эффективная. здесь нужно поменять. Если вы хотите прийти к конструктиву, к тройке, построить что-то, что будет в дальнейшем давать плоды, тройка это в принципе у нас треугольник. То есть есть две противоположные силы, которые порождают совместно третью. То есть идея одного человека, идея другого человека, она породит что-то другое. То есть мужская энергия, женская энергия, при слиянии она порождает ребенка. Создается новый человек. То есть вот здесь вот эта вот тройка, чтобы для того, чтобы появилось что-то новое, должны присутствовать двое. В вашем случае присутствуете вы со своими травмами. Я бы сказала, что здесь вам нужно очень хорошо задуматься именно о вашей внутренней психологической наполненности, о ваших мыслях, которые вы гоняете в своей голове, основанные как раз таки на прошлом опыте, на каких-то обидах. То есть здесь надо разобраться, что вас триггерит. И вот в этом у вас будет изменение. Так, я понимаю, что большой расклад будет. Ну да ладно. Так, следующая сфера, которую будут касаться изменения, это четвертый дом. Здесь аркан мира. Четвертый дом у нас ответственен за непосредственно бессознательные наши сценарии. То есть причина того, что с нами происходит, это также дом, стабильность. То есть то место, в котором мы живем, либо занимаем его. И в том числе и материнская фигура. Поэтому будем смотреть. Вот эти вот изменения, они будут касаться, я не знаю, вашего дома, вашей семьи. Ищем, если выпадет великий аркан. Они будут касаться вашей матери. Либо они будут касаться каких-то ваших бессознательных сценариев. Ну вот выпал аркан силы, как раз таки говорящий о том, что что-то в вашем сознании будет меняться. Потому что здесь у нас аркан мира говорит о завершении. Он говорит о завершении ситуации, о том, когда мы приходим к единению, к миру, к миру в душе, к гармонии, к успокоению. Я вот здесь вот. Здесь что-то такое придет. Знаете, ощущение вкупе с предыдущим анализом, что я делала. Вы найдете для себя какой-то ответ. Ответ какой-то, какой-то новой вашей модели поведения. Вы справитесь, самое главное, по аркану силы с вашими страхами. Вы их победите. Вот в этой колоде очень интересно, во-первых, здесь изображен Геракл. В этой колоде не изображено смирение льва, то есть украшение. Здесь нет украшения льва. Здесь кто кого победит. В данном случае в этом аркане, с точки зрения психологии, да, здесь рассматривается фрейдовская позиция, когда есть человек, да, это наше, скажем так, наивысшее проявление, то, к чему мы стремимся. И лев, да, где наше животное проявление. И вот вопрос в том, кто победит, да, ваши инстинкты, либо ваше, как бы так сказать, некий такой ваш идеал того, как вы хотели бы, да, жить и существовать в контексте добродетелей. То есть здесь будет какая-то очень такая, действительно, серьезная схватка по поводу этой ситуации. Вы задумаетесь, задумаетесь очень сильно, к чему вас это приведет, да, какое будет решение. Вы увидите свое будущее. Здесь вот какие-то позитивные прогнозы на самом деле, да. Кажет Жезлов нам как раз-таки и, а, здесь еще местно, и говорит про будущее, да, про позитивное. То есть вы найдете силы. Здесь, знаете, вы не просто победите, а здесь вот эту вот схватку внутри себя, а высвободите большое количество энергии. Ну, смотрите, как красиво. Двойка кубков, да, она приведет вас как раз-таки к слиянию, к гармонии внутри себя. Здесь вы найдете, если подытожить то, что я сказала до этого момента, найдете какое-то успокоение. То есть вы покопаетесь, покопаетесь в себе, найдете вот эту вот причину, может быть, эмоциональную, да, каких-то обид, может быть, злость на кого-то, может быть, кто-то разберется, в конце концов, почему внешний мир и мнение других людей настолько влияет на вас. Здесь однозначно пройдет какая-то работа, которая будет позитивной, вы справитесь с ней, потому что вам все равно будет благоволить высшие силы, да, то есть здесь обновление идет, возрождение из вашего прошлого, да, из пепла, из ваших каких-то, здесь эмоциональные какие-то триггеры. Здесь не столько про страхи, сколько есть какие-то болезненные моменты. Так, следующий великий аркан и последний, да, для первой позиции, это у нас был аркан смерти. Это восьмой дом. Восьмой дом у нас связан непосредственно с сексуальностью. Он связан с деньгами от третьих лиц, ну и, скажем так, со смертью. Но хочу сразу сказать, что, по крайней мере, для меня вторую смерть физическая, она не связана с арканом смерти. Вот. Есть другой аркан для меня, который показывает физическую смерть. Но ни в коем случае не аркан смерти, поэтому слишком такие чувствительные, мнительные люди, да, здесь не про это. Здесь речь идет о том, что произойдут какие-то изменения. Причем эти изменения, они естественны. Вообще здесь, если вы обратите внимание, да, мир говорит про завершение, суд говорит про очищение, аркан смерти говорит о завершении какого-то естественного этапа, да, то есть тот, который уже долгое время длился, и оно как-то бы сошло на нет, да, то есть вы уже знали, это не что-то такое новое, внезапное, да, а это то, что уже длилось долгое время, вот вам нужно будет это как-то отпустить. Вот, здесь скорее всего вопросы связаны с финансовой стороной, с финансами по поводу третьей стороны, то есть может быть здесь завершение, я не знаю, как завещание, да, надо было, ожидали, да, когда оно вскроется, может быть неожиданно что-то будет связано с завещанием, да, как-то кто-то что-то вам подарит в наследство, либо вы получите, либо придет завершение того, что как-то вот долгое время не, как-то не развивалось, да, то есть будет конец и начало чего-то нового. Но давайте посмотрим, это касается денег, либо это касается вашей сексуальной энергии. Скорее всего здесь про сексуальную энергию, но внимание, не важно сколько вам лет, там занимаетесь сексом или нет, здесь не про это, а здесь скорее всего этот аркан в этой колоде, да, это альтернатива аркана силы, то есть здесь вот как будто бы нам показывают, да, двойное проявление, чтобы мы обратили внимание, аркан это в данном изображении имеет смысл стойкости, добродетели, который говорит о том, что в момент разрушения, если вы здесь вот посмотрите, то эта башня, она готова разрушиться, но в данном случае здесь женщина не разрушает ее, а наоборот поддерживает, наоборот поддерживает всеми своими силами, и при этом лев у нее здесь на поводке, да, то есть на веревочке лежит спокойно, вот, то есть стойкость говорит о том, что я нашла в себе силы, я нашла в себе тот ресурс, да, который поможет мне дальше двигаться, я выстояла в какую-то ситуацию, и вот здесь вот речь, говоря о сексуальной энергии, говорит как раз о том, что высвободив вот ту энергию, да, которую вот здесь вот в пятерке мечей, вы очень долгое-долгое время тратили для того, чтобы поддерживать какие-то обиды, поддерживать какие-то разрушающие вас эмоции, воспоминания, потому что Аркан Суда у нас еще говорит и о прошлом, да, о памяти, что то, что вы держали в своей памяти, то, что вас разрушало, придет время, да, наконец-таки, и это закончится, но оно не закончится само по себе, что-то такое вы сделаете, приложите какие-то усилия, найдете в себе вот эти вот силы, для того, чтобы на что-то очень ценное, важное опереться, помните, я говорила про выбор, что и про мотивацию, найдете в себе вот эту вот мотивацию, да, за которую можно будет ухватиться, как спасающую вас руку, да, и вытащить вас из этого пепла, здесь все как будто бы сгорело, и вот сексуальная энергия, это энергия жизни в данном случае, и высвободив от каких-то, не знаю, здесь моментов, которые вас сдерживали, да, вот какие-то блоки проработав, вы почувствуете в себе прилив энергии, прилив вот этой вот жизненной какой-то силы, да, благодаря ей вы сможете двигаться дальше, то есть вы как будто бы найдете в себе силы выстоять какое-то здесь, как оно там называется, да, здесь не препятствие, здесь как будто бы какая-то проверка идет, и вы сможете, вы сможете очиститься, очиститься, и у вас, не знаю, после этого, знаете, как это проще сказать, чтобы не было прям слишком заумно, увидите своих тараканов, познакомитесь с ним, вот, разольете на двоих, на троих, договоритесь, и всем будет потом хорошо и весело, ну, это так, шучу, конечно, чтобы разбавить немножечко атмосферу, но здесь вот речь идет об этом, поэтому подытожив, я скажу, что что-то произойдет у вас в сфере вашего развития, да, если я так могу сказать, да, в сфере вашего развития, в сфере коммуникации, то есть, видимо, внешний мир что-то вам подзеркалит, очень важное, да, что запустит вот эти вот внутренние процессы на уровне вашего сознания, и вы задумаете, да, о том, что что же не так, а давай-ка я как-то это изменю, и начнете разбираться с этим, здесь не прокопаться, а здесь разбираться, потому что вы уже готовы, да, то есть время пришло разобраться и отпустить, отпустить и вот прийти к миру, да, стойкость, мир, суд, сила, вы найдете в себе ресурсы для того, чтобы переродиться, да, вот очиститься, отпустить прошлое и переродиться, здесь как-то об этом, с чем я вас очень поздравляю, на самом деле, потому что здесь какая-то такая серьезная очень ситуация, которая будет иметь свой отпечаток на будущее, то есть это изменения, да, они будут не сразу, и вот, но на будущее это что-то, ваш характер немножко изменится, и как следствие вам будет проще жить, и вам это понравится, вот, то есть эти изменения, они не сразу, не сразу вы их заметите, но отпечаток будет такой, достаточно позитивный, поэтому не бойтесь здесь, что что-то такое негативное будет, это была у нас с вами первая позиция, так, значит, мы переходим с вами позицию на мета, сюда поставлю, да, красненькому камешку, и так, смотрим двоечки вас по сферам, там, где выйдет великий аркан, который вышел уже, да, говорит о том, что в этих сферах, вот еще один, у вас будут перемены, в полдородье, аркан верховной жрицы, достаточно много великих арканов, да, перемена у вас, вот императрица, на восьмой лем у нас выпала, девятый, десятый, одиннадцатый, и двенадцатый. Так, смотрим, наверное, вот так вот подниму. Значит, первые изменения будут касаться непосредственно вас. У нас выпал в первом доме, да, это вы, это лично вы, ваша жизнь, это то, чем вы наполнены, то, как вы реагируете на внешний мир. У нас здесь выпал аркан императора. Император – это архетип человека, уверенного в себе. В некоторой степени он закостенелый, поскольку у него есть огромный опыт, пройденный им, и это человек с огромной силой. Внутренней силой, моральной, не знаю, как по физической, но вот моральной – это точно. Это человек, который умеет договариваться. Такой, знаете, хочется сказать, серьезный альфа-самец, человек, у которого четко, ярко прописаны и озвучены границы по отношению к другому человеку. Как правило, он не многословен, но то, что ему нужно получить, он это получит. Человек, который опирается в первую очередь на свою логику, и только после того, как уже где-то принято решение, он, возможно, позволит себе немножечко поэмоционировать, но в принципе, эмоции ему ни к чему. Потому что, как влиятельная фигура, принимается решение на эмоциях, это не совсем правильный выбор для руководителя. Поэтому перемены, которые будут связаны с вашей личностью, ощущение того, что вы ищете некую такую стабильность, то есть человек, который хочет определить себя в пространстве, как-то заявить о себе и сказать, вот это вот мое место. Знаете, в животном мире у волков, у собак, когда они едят мясо либо кость, у львов я такое тоже часто замечала, то есть если это его добыча, достаточно просто положить лапу и сказать, это мое, то есть никто не притронется, помимо того, что присутствует иерархия. Вот здесь такое ощущение, что вы как будто бы себя как-то проявите в этом мире, как-то, не знаю, поставите лапу и говорите, это мое, никто не трогай. То есть как-то себя проявить в моменте здесь и сейчас, да, ощутить, ощутить некий такой вес, ощутить стабильность, уверенность. Здесь вы будете работать в моменте здесь и сейчас, не в прошлом, не с прошлым, не с будущим, а именно в моменте сейчас. Вы как будто бы выстраиваете, скорее всего, заливаете некий такой фундамент в себя и говорите, вот это я, это мое место, это мои границы, со мной вот так можно, а вот так нет. То есть здесь человек, который принял решение не то чтобы работать над собой, а что-то такое произойдет, вы почувствуете больше уверенности в себе и будет вот как-то желание обрести эту массу. То есть, может быть, это в прямом смысле, да, набор веса будет, а с другой стороны, то есть любые, увеличение веса, они как будто бы показывают нашу значимость, да, то есть нас становится много, например, как когда идет заигрывание у птиц мужского пола, да, особи мужского пола, они всегда как-то вот раскрывают крылья, да, начинают танцевать вокруг самки, либо хвосты свои, то есть создает больше, больше, чтобы меня было больше в пространстве, там, я не знаю, в теле человека, например, когда человек хочет показаться более значимым, да, он старается взять больше места, например, мужчины, когда садятся, да, так ногу на ногу, руки в разные стороны, то есть меня много в этом пространстве, мама, которая обижена, либо там разозлена на своего ребенка, она ставит руки в боки, да, вот эта буква Ф показывает свое ФИ, то есть она тоже показывает, что я здесь значимый, я здесь важный, меня много, то есть мне важно много занять пространство, вот здесь вот примерно что-то такое будет для вас, когда вам важно будет отстоять себя, отстоять свои границы, показать, кто вы есть, вот над этим вы, то есть вы по сути будете работать с собой, следующий аркан, который у нас здесь вышел, это аркан колесницы, третий дом, третий дом, как я говорила, уже в первой позиции, он соответствует за коммуникацию, за наши мысли, и за передвижение, да, короткие какие-то небольшие поездки, это может быть куда-то на пикник, это может быть, я не знаю, в гости, вот, но здесь передвижение, давайте посмотрим, все-таки это будет касаться, чего, это будет касаться коммуникации, это будет касаться передвижения, либо мыслительных каких-то процессов, ну вот у нас выпадает великий аркан башни, да, который говорит, как раз-таки, аналогично, не знаю, может быть, после первой позиции вы решили посмотреть второй, который говорит о том, что именно в мыслительном вашем процессе, да, будут происходить изменения, если в первой позиции мы работали с какими-то обидами, детскими травмами, возможно, то здесь вы будете работать непосредственно с тем, чтобы создать себя, как-то заявить о себе, получить вот эту вот уверенность. Башня у нас говорит о разрушении каких-то стереотипов, разрушения, возможно, тех ценностей, которые были не ваши. Если смотреть очень, ну, намного глубже, да, то башня у нас как раз-таки говорит о разрушении слов, как писал Вей, да, слов, которые мы не давали, либо те слова, опять-таки, в нашем сознании, которые обманчивые, ложные, то есть это связано с тем, как мы интерпретируем некую информацию, ее можно интерпретировать по-разному, в зависимости от того, кто занимается этим делом, да, то есть, например, есть законы, и каждый закон можно прочитать по-своему, везде есть какие-то окошки, вот, и если в человеке присутствует какая-то собственная выгода показать себя в лучшем свете, то где-то можно обмануть, где-то можно схитрить, то есть башня, она у нас тоже говорит вот о каких-то таких уловках ума, аркан колесницы у нас говорит о человеке, который достаточно незрел еще пока, его задача двигаться по жизни, получая опыт, он не углубляется, да, то есть ему для того, чтобы найти баланс между белым и черным, если мы возьмем согласно Платону, да, как он описывал состояние души в виде колесницы, то здесь у нас как раз-таки идет вот это вот колебание, да, между своими чистыми, какими-то морально-нравственными, да, изменениями и нашими животными инстинктами, да, то есть что победит, белое, либо свет, либо черное, да, то есть победит что-то такое хорошее в плане добродетели, либо победят нас пороки, и вот здесь вот речь идет о том, что в вашем, в ваших мыслях, да, возможно, вы скроете некий самообман, самообман, и вы поймете, что вообще аркан башни на древо жизни, да, он стоит как раз-таки между двумя сферот, одна у нас соответственно за ум, а другая у нас соответственно за эмоции, и здесь говорится о том, что и то, и другое в крайностях, да, оно разрушительное, то есть если человек чрезмерно эмоциональный, и у него не присутствует рассудок в нужный момент, да, то он становится объектом, возможно, насмехательств, и каких-то ошибок, если человек чрезмерно заземленный, логичный, да, то в нем отсутствует вот это вот воодушевление, красота этого мира, эмоции, да, то есть он все будет пропускать через призму своей логики, то есть он будет, проще говоря, он будет смотреть на какое-то произведение искусства, и не имея в себе вот это творческое начало, он будет говорить, боже мой, что за безобразие, да, непонятные какие-то геометрические фигуры, и от чего здесь восхищаться, да, то есть у человека отсутствует вот это вот эмоциональная составляющая, и то и другое является как раз-таки негативным проявлением, да, и задача аркана-колесницы на протяжении всей своей жизни, это не разовый какой-то эпизод, а на протяжении всей своей жизни все пробовать, да, для чего? Для того, чтобы понять, понять этот мир, для того, чтобы, значит, если мы смотрим в развитие великих арканов, да, предыдущий аркан, он у нас шестой, аркан влюбленный, когда мы определяемся, то есть мир дуальности, и я не знаю, что мне выбрать, да, то есть выбрать голову, либо выбрать свое сердце, и вот здесь аркан-колесницы, он как раз-таки говорит, а давай я попробую, то есть здесь присутствует движение, да, я сконцентрирован на опыте, и я хочу его получить, и здесь речь идет, в большинстве случаев своих, в аркане-колеснице, достаточно негативное проявление, мы говорим по этому аркану, детский максимализм присутствует в нам, да, то есть я хочу все так, как я хочу, и здесь могут проявляться наши, наше эго, для того, чтобы сбить нас с пути, и вот для того, чтобы этого не было, чтобы нас не сбили с нашего пути, на который вот здесь вот мы для себя решили, выбрали, что вот я буду таким уверенным человеком, я буду хозяином своей жизни, я хочу стать ответственным человеком в своей жизни, я хочу решать не кто-то, а я, потому что я являюсь причиной всех причин, все, что есть, все, что я вижу, это есть внутри меня, и здесь к вам придет вот это вот осознание, и вы захотите к этому прийти, да, то есть у вас цель будет такая, но не всегда же все так легко и просто, да, то есть все, до всего нужно дорасти, и вот аркан-колесницы краски говорит о том, что мы ставим себе цель к этому прийти, но для этого нам говорят, тебе нужно разрушить какие-то свои старые убеждения, установки, которые лживые, то есть они ведут твой ум не по тем путям, не туда ты зашел в своем лабиринте ума, что здесь нужно разрушить, вот девятка жезлов нам как раз таки и говорит, невозможно идти вперед с оглядкой на прошлое, почему, потому что если вы посмотрите, дорога-то она находится вот по эту сторону у меня зеркальное отражение, поэтому я могу сказать, что правое, а у вас это будет левое, вот, ну в общем, слушайте больше слова, да, на правую сторону, а человек обращен в прошлое, он смотрит налево, как можно двигаться вперед, как говорится, несмотря под ноги, либо несмотря на свою цель, вы никогда не придете, то есть вы будете спотыкаться, вы будете падать, вы не получите того результата, потому что ваш взор не обращен к вашей цели туда, то есть вся ваша концентрация, она распляется на прошлое, и здесь вам говорят, что если ты хочешь идти в прошлое, нужно думать, в будущее, оговорка, видите по Фрейду, если вы хотите идти в будущее, вам нужно думать о будущем, то есть если вы хотите стать вот таким императором, думайте все время через призму ответственности, через призму взрослости, не через призму, а вдруг, а как, а я этого не хочу, а посмотрите через призму того, что вы хотите, хотите серьезности, ответственности, думайте через эту призму, а здесь, как я могу себя ответственно повести, где моя ответственность в этой ситуации, что я могу сделать для этого человека, либо как я могу поступить, как я могу договориться, сделайте первый шаг на пути к переговорам с человеком, который вам нужен, наверное, то есть действие, действие и ответственность, ответственность за свои последствия, даже если вы бездействуете, это тоже ваш выбор, и вам придется поднести ответственность за любой ваш выбор, поэтому здесь вот этот вот взор, обращенный в прошлое, он должен разрушиться, это неправильная позиция, вот то, что я в принципе и сказала, сейчас я подвину вам карту, чтобы вам видно было, здесь выпадает тройка жезлов, которая как раз и говорит, что если ты хочешь идти в будущее, если ты принял решение, а в тройке здесь мы приняли решение, тройки у нас все говорят про увеличение, про расширение, и суть заключается в том, что я принял определенное решение, и я шагнул вперед, и если я шагнул вперед, назад уже нельзя, и вот я принял решение, получаю уже первые результаты, в тройке мы получаем свои первые результаты, результаты нашего выбора. Так, смотрим следующий аркан, следующий аркан у нас выпадает на пятый дом, это изобилие, аркан изобилия, аналогичный, кстати, императрице, и пятый дом у нас отвечает за эмоции и за наших детей, за удовольствие, за наслаждение, за любовь к себе, да, в том числе, то есть все, что связано с эмоциональным планом, насколько мы можем, например, там, я не знаю, тратить деньги на себя, насколько мы получаем удовольствие от себя, то есть праздники всевозможные. Здесь, на вашем эмоциональном фоне, да, какие изменения могут произойти. О, отшельник, да, что-то вы здесь заблудились в этом отшельнике, в чем вы заблудились, что-то вы как будто бы не видите конца края, да, то есть решение, не видите ничего нового. Шанс, шанс, здесь вы хотите какого-то шанса, здесь вот, причем, смотрите, туз, пендакли не какой-нибудь, а мином пендаклевой на плодородие выпадает у нас пендаклевой. Здесь человек как будто бы хочет вот прям с императором, да, с хозяйством, какой-то шанс, как-то, знаете, проявить себя в материальном мире, не в мире кубков эмоций и любви, хоть сфера-то эмоциональная, а как-то проявить себя каких-то перемен, чтобы, знаете, существенные были какие-то ваши эмоции, да, здесь, скорее всего, даже не про эмоции, а про ценности пойдет, да, то есть, например, какие ценности, как, я не знаю, как любовь, да, то есть состояние, здесь затрагивается что-то такое достаточно глубинное, то есть вы хотите, например, чтобы люди вас не воспринимали уже, как по аркану колесницы, такого победителя, который, знаете, такая пчелка по всем цветочком полетала, вот, всех, как это самое, опылила, да, и пошла дальше, нет, здесь вы уже хотите таких более глубоких чувств, что-то такое, знаете, что будет наполнять вашу жизнь, не разрушать, и я не говорю сейчас о позитивных, негативных эмоциях, я говорю о глубине, хочется здесь что-то такое существенное, да, и вот у нас в Каврыске выпадает королев жезлов, который говорит, что хочется как-то, я не знаю, доброты, хочется активности, хочется, еще раз повторюсь, что-то такое существенное, а почему у вас этого нету? Ну, потому что присутствует двойка пендаклей, да, неуверенность, неуверенность, в чем вы здесь не уверены? Неуверенность, неуверенность в своих как раз-таки эмоциях, да, то есть болезненный, ну, человек такой достаточно тревожный, эмоциональный, вот, и очень сильно переживаете, поэтому выпадает стихия земли, да, пендаклевая мазь, говорящая о том, что вот хочу, чтобы это было как-то стабильно, чтобы меня не качало на вот моих эмоциях, переживаниях, да, хочется вот то, чем мы богаты, да, то, чем мы дополнены и делиться этим, а здесь ощущение того, что вы не можете, не можете этого сделать, потому что, так как вы умеете, это не работает, а как-то по-другому вы не знаете, почему? потому что вот прошлый опыт, он все равно как-то дает вам о себе знать, вы не развернулись еще в будущее, вы еще не делаете, знаете, в решении задач, да, вот тех состояний, которые вы хотите, например, чтобы вас уважали, да, чтобы вас, я не знаю, любили, вы все равно опираетесь на свои травмы, болезни прошлого, что я не верю, что я, я не знаю, достоин, чтобы меня любили, да, я не вижу, что найдется тот человек, с которым я найду взаимность, то есть вы как будто бы все равно в своих мыслях делаете акцент на негатив, на то, от чего вы как будто бы убегаете, понимаете, а вам нужно наоборот, мыслить в контексте того, что я хочу, еще раз подтверждение, здесь как будто бы вся позиция говорит об этом, что ты хочешь в эмоциональном плане, ты хочешь, там, я не знаю, гармонии какой-то внутренней, душевной, да, чтобы на душе было хорошо, так делай в течение дня те поступки, те действия, которые дают тебе это, которые наполняют, прекрати делать то, что тебя разрушает по мере возможности, хотя бы по одному, я не знаю, какому-то шажочку, все время держи в голове мысли о том, что, а это, сравнивая, да, а это приводит меня к моей гармонии, либо там, что вы хотите любви, вот я сейчас что-то делаю, в этом есть любовь, вот сколько любви в этом, либо, что вы делаете, там, я не знаю, общаетесь, читаете что-то, в этом есть гармония, если есть, продолжайте, если нет, выберите что-то другое, здесь про это, вот в этом вы как раз таки запутались, что-то начали в себя копаться, откуда, что, почему, и как-то заблудились, заблудились в потемках своей души, поэтому и просите вот этот шанс, возможность, дайте свет, чтобы вам кто-то подсветил, да, желательно свыше, чтобы показали, вывели вас, из вашего лабиринта сознания, как вам дальше быть, вот, на самом деле, я не вижу пока, чтобы здесь, вот по этим арканам, было какое-то удовлетворение, вашей жизни эмоциональной, да, наоборот, какое-то вот обустошение, здесь нету наполненности, именно поэтому вы хотите, вот этого вот, изобилия эмоционального, да, не в плане того, чтобы было 10 кубков, и вот прям радость, радость, нет, это в том, чтобы вот вам, вам хорошо было, да, чтобы вы любили эту жизнь, вот, и в том числе мы говорили, что здесь вопросы, связанные именно сферой самопознания будет у вас, потому что вот здесь вот император, как личность, здесь у нас, кстати, пара выпала, императрица, здесь у нас идет речь про изобилие, вы как будто бы над собой работаете, в плане любви себя, да, то есть если говорить про какую-то конкретную сферу, следующее, шестой, шестой дом, шестой дом у нас связан со здоровьем, у нас связан с профессиональной сферой, и у нас связан с готовностью принять ответственность за дальнейшие какие-то действия, то есть присутствует ли готовность что-то изменить, что-то сделать или нет, вот, поэтому давайте посмотрим, чего здесь касается, касается ли это профессиональной сферы, касается ли это здоровья, касается ли это готовности что-то менять здесь не был великий аркан ну нет смотрите четверку кубков у нас видно четверка кубков у нас здесь говорит о том чтобы здесь не не идет речи о профессиональной сферы там пока ничего не развивается и в принципе вам и не очень то и хочется что касается здоровья то десятка мечей здесь может говорить о двух моментах с одной стороны что у вас все хорошо поскольку десятка мечей говорит о завершении да то есть конец и начало чего-то либо с другой стороны наоборот говорит о недостатке ресурсов да то есть здесь вот настолько какие-то сложные проблемы которые вас обесточили да в данном случае здесь еще речь может идти о позвоночнике да то есть какие-то проблемы с позвоночникой с позвоночником с основой потому что помните да здесь мы работаем над основой себя позвоночника это вот прямо как раз ки скелету на чем все в принципе нашем теле держится наша опора наша основа здесь вот как будто бы рухнула не зря у нас там бар башни вы уходил как будто бы что-то рухнула подкосила вас в вашем здоровье вот и если мы говорим о готовности то здесь скорее всего пятерка жеслов и говорит о том что да я готов я готов коммуниции как этот конкурировать да я готова отстаивать либо готов отстаивать себя что-то делать что-то менять вот и верховная жрица у нас в этой позиции как раз таки говорит о том что у вас хватает не физических сил а вот каких-то моральных да что ли психологических то есть верховная жрица все-таки говорит о некой такой пассивности когда я не потому что я ничего не делаю а скорее всего потому что у меня есть восприятие мира связанные с тем что в нужное время да я правильно приму решение я сделаю все тогда когда нужно но как-то вот торопиться я не хочу на вот лишний раз совершать какие-то действия я не буду поэтому здесь вот в моменте готовности да вроде бы знаю хочется сказать вы как-то зажигаетесь как-то зажигаетесь по жезлом да но все равно здесь у нас все-таки великий аркан он важнее главнее чем малый все-таки вы как-то вот стараетесь не знаю отсидеться что ли подождать нужного времени не совершать каких-то ненужных тела тела движений может быть ждете знака от интуиции каких-то подсказок да вот здесь что-то такое вот поэтому какие перемены в контексте готовности ну вот вы уходите на уходите либо идете идете вот прекрасных девятки не уходите скорее всего а идете движетесь к девятке пентакли вот именно то что мы говорили здесь вот про плодородие какой-то целостности себя да то есть здесь человек хоть он и получает опыт как паркану колесница да удивят капитакли тоже говорит у человека у которого есть какая-то своя уникальность вот который не похож на других вот как будто бы его задача получать опыт он получает как-то вот накапливает именно физическом мире на вот эти свои 10 9 пентакли для того чтобы ощутить себя целостным не случайно у нас здесь речь была затронута позвоночника вы как будто вы знаете как некий такой я не знаю пазл сделали скелет да то есть вот эту вот картину выложили все эти пазлы по краям а теперь осталось только вот как-то заполните вот это вот заполнением вы сейчас и не набирает занимаетесь восьмой восьмой аркан восьмой дом прошу прощения восьмой дом у нас краски говорит и о финансов от этих людей да в данном случае здесь вышла у нас императрица да возможно здесь помощь может быть от матери от тети от бабушки от женщины старшей вас вот но при этом такой важный значимый да это вот касательно финансов либо это вот касается сексуального аспекта то есть такое ощущение что знаете вот может быть пришло время как-то создавать семью да уже задумываетесь о чем-то таком стабильным вот да о семье и о детях то есть вот желание пустить свою сексуальность именно в сторону домашнего очага также императрица нам может говорить о наших желаниях да касательно не знаю здесь вот как будто бы хочется больше денег хочется больше денег но при этом я не хочу ничего делать ну вот либо я не знаю как не понимаю но но либо нету вот как-то готовности что-то сделать для этого но почему потому что я четко еще не понимаю для чего мне нужны деньги потому что деньги на самом деле вот и богатство изобилие о котором мы говорим да и такое абстрактное понятие необходимо конкретика для чего-либо на что тебе нужны деньги то есть когда ты не понимаешь деньги на что ты можешь обменять да то есть это вот как какой-то я не знаю инструмент что ты можешь обменять на это для чего они тебе нужны здесь как будто бы у вас нету четкого понимания да здесь ощущение того что мне просто так безопасно то есть меня никто ничего не тревожит когда я знаю что у меня есть деньги и тратить в принципе не хочу вот но при этом есть вот какие-то переживания да есть на может быть здесь нужно выплатить ипотеку да может быть какие-то долги нужно отдать здесь вот желание того что вот эта вот сфера как-то изменилась не знаю может быть здесь кто-то хочет выйти например замуж с целью чтобы вас как-то содержали да либо вот желание в браке найти такого человека вот покровителя третье лицо которое будет как-то вам помогать реализовывать ваши желания да вот здесь такое вот такой у меня был для вас расклад двоечки вот помните на что под любым моим роликом есть ссылка на мои услуги переходите читайте приходите на личные расклады и не забывайте по выходным облиц консультациях так собираем мы переходим интересно там по времени расклад так к третьей позиции зелененькому камешку троечки давайте посмотрим у вас в какой сфере ярко проявится изменения и какие смотрим каких сферах выпадает великий аркан в тех сферах у вас будет проявление значит первая вторая третья но у нас сегодня третий дом связанные с коммуникацией общением и близкими поездками до очень часто выпадает так сфера эмоций детей сфера здоровья и работы партнерство да тут тоже новенькая партнерство так здесь значит у нас планирование опыт поездки за границу да то есть далекие обучение развития отцовская фигура очень важно будет играть и достижение каких-то целей постановка и достижение цели так ну вот такие сферы давайте давайте разбирать что-то двину чтобы буду дополнять у меня было место и так рассматриваем значит первая сфера с которой мы столкнулись это у нас был отшельник да и она касается общение ваших внутренних каких-то мыслей да то о чем вы думаете и о коммуникации с с родственниками да и с людьми вашего ближнего окружения здесь речь идет о том что какие-то перемены будут связаны в этой сфере здесь пока на данный момент вы полностью погружены внутрь себя до для того чтобы найти какое-то решение то есть о чем-то вы задумались в чем-то вы сейчас разбираетесь хотите найти ответ на какой-то вопрос да здесь у ясно делов и в отшельнике о коммуникации по передвижению не может идти и речи да но вот над каким вопросом вы сейчас задумываетесь он своим развитием развитием и единая возможно вы кому-то помогаете да несете какую-то ответственность за кого-то возможно вообще какие-то процессы связанные с финансами очень быстро развиваются и вы как будто бы не знаю может быть за ними не успеваете может быть такой момент что вы задумываетесь о том как вам единая как вам продавать возможно да как вам получать какие-то деньги да может быть здесь даже еще касаться и помощи другим здесь у вас меняется какое-то мировоззрение то есть вы как будто бы знаете смотрите на людей вот в этой колоде очень такой знаете очень интересно это ярофант очень интересный ярофант здесь если я когда сделал обзор на эту колоду кто еще не смотрел на моем на главной странице моего канала в разделе плейлистов есть плейлист папка да под названием обзор моих колод посмотрите здесь вот у ерофанта да изображен изображена значит чаша в этой чаше его яички говорящие о том что ерофант он лишает себя да сам становится евнухом да то есть лишает себя каких-то сексуальных у тех в плане того что я полностью принадлежу высшим силам отсюда вот это вот изображение как марионетки я сам себе не подлежу то есть я вынужден делать то что мне говорят свыше и поэтому у меня не может быть каких-то вот сексуальных желаний моя душа должна быть чисто так же как и моя плоть и вот здесь какое-то такое вот жертвенная до возможного смысле о том что я как-то вот слишком много помогают другим что ли чем я жертвую вот здесь энергии как-то об этом говорят какие здесь именно изменения будет происходить да на чем вы думаете какие изменения как-то хочется сказать совладать собой как-то как сделать так чтобы мои желания мои желания исполнились до чтобы наконец таки я смог найти какую-то золотую середину золотую середину мне ощущение того что это все-таки речь касается вашей финансовой сферы здесь хоть великий аркан не выпал да но у нас все равно на деньги у нас выпадает королева пендапли на денежная карта да то есть вот как-то я не знаю распределение финансов таким образом да чтобы я не ощущал себя с одной стороны вот каким-то вот таким не знаю не чемным нищим а с другой стороны чтобы не видели во мне вот это вот золотой мешок дай как доильную коровы до постоянно что-то с меня требовали ну то есть вот как-то найти вот это вот баланс вот эту вот гармонию между тем что я даю да и что я получаю возможно есть есть такие мысли есть то где-то вы себя в чем-то ущемляете где-то вы чувствуете вот этот вот финансовый недостаток почему потому что ну иначе если бы все было хорошо да вы бы не задумывались вот именно надо вопросом баланса то есть знаете как как сделать так чтобы допустим и на семью хватало да и в то же время чтобы я себе не забывала потому что есть вот ощущение того что мной как будто бы управляет поэтому аркан аэрофанты и я не вижу истины то есть я не могу понять у меня как будто бы на весы на чаши весов да у меня падает с одной стороны что такое ценное важное как например там дети семья с другой стороны падаю я и я понимаю что себя то нужно любить но как любить если не хватает до либо там я не знаю хочу реализовать какой-то свой проект но я понимаю что мне недостаточно денег на на все это совмещать 10 как будто бы вы ищите решение сразу могу сказать что здесь стоит по королеве пентакли и и качество умения при при умножать те деньги которые она вкладывает то есть это тот человек который самостоятельно не умеет зарабатывать но если ей вручить сумму 1 и и при умножить то есть она знает куда нужно вложить таким образом чтобы сумма увеличивалась вот здесь скорее всего вам стоит подумать о каких-то вложениях во что стоит вложиться до на что направить вот эти свои ресурсы чтобы они приводить приносили мне как-то вот больше прибыль чтобы была какая-то для того чтобы вам хватило здесь не в плане того что вам нужно искать какую-то новую работу а надо так выстроить процесс когда я не знаю даете рубль получается 2 здесь об этом это и в этой сфере у вас будут изменения вам кажется здесь вот знаете здесь только ваши позиции на дом и сферу партнерства выпадает аркан справедливости здесь у нас выпала двойка двойка кубков мне такое ощущение что вот вам нужно как-то посмотреть рассмотреть вопросы партнерства сотрудничества тандема объединение двух не трех а вот именно двух подумайте подумайте об этом то есть здесь конкретно какой-то ответ сказать что какие-то изменения будут нет здесь вам как будто бы даются подсказку на то что стоит задуматься о партнерстве и сотрудничестве следующий дом да это который мы рассмотрим это пятый дом дом непосредственно связан с эмоциональным планом да и с детьми с любовью к себе со всеми эмоциями состояниями которые вы переживаете вот здесь вот как раз таки смотрите как и по аэрофан туда выпадает у нас аркан повешенного вы ваши эмоции они однозначно вы не тратите деньги на себя вот здесь вот прям показано да по повешенному здесь наоборот какие-то лишения лишения ограничения бесконечные чувство чувство того что я вообще всем должен да я себя лишаю то есть я лишил себя уже последнего здесь очень жесткая экономика выходит не почему тебя в третьей позиции все время ощущение что вот как-то финансовые вопросы здесь больше задета эмоции эмоции того вот прям вот эти вот состояния да во-первых чувство вины на данный момент присутствует и она уже является не очень хорошим средством для других людей потому что вас вами могут манипулировать и причем самое интересное что вы очень умный человек да и осознаете но вот как будто бы какая-то травма внутри вас она не позволяет вам поднять голову да и вот как-то вы понимаете что ну неправильно что со мной так обращается что ко мне не знаем но и пользуется но вот такое ощущение что а по-другому я не знаю как то есть здесь как будто бы ваш выбор быть в этой позиции и здесь будут как раз таки перемены что за перемены вас ожидают в сфере эмоций проснулась королева мечей до проснулась перемены перемены что за перемены ну очень хорошие кстати переменные ощущение того что произойдет да здесь вот если вам видно у нее меч крови и голова которую она кому-то отсекла вот и не случайно у нее на щите это голова медузы горгоны вот говорящая то что о том что это была сила на щит богини афины который говорит о том что кто посмотрит дама на этот щит превращается в камень то есть такая вот очень мощная защита у меня такое ощущение что вы найдете в себе не случайно я на это обратила внимание какую-то внешнюю защиту да то есть от которой люди будут каменеть на то есть будет вас бояться здесь чувство такое знаете вы очень справедливый достаточно человек на самом деле здесь перемены будут в этой сфере говорящий о том что все хватит на я больше не хочу ни на кого никому жертвовать и вот и вообще я выбираю себя и перемены окраски после того как вы отсечете то что не нужно после того как вы отрежете кое кому головы да покажете себя на самом деле что это я не жертва а я просто позволял то есть я не знаю иногда будет такие моменты что хочешь просто становишься в позицию наблюдателя и смотришь до какой степени человек будет хамить то есть но вот сколько ему совести хватит то есть что что еще он будет делать не потому что вы не можете дать отпор а просто иногда вот это вот человечество такая позиция хамство да и неуважение вот это вот наглости иногда вызывает некое такое недоумение то есть но то есть ты меня принимаешь неужели ты считаешь что вот я хуже тебя особенно если перед тобой стоят какие-то представители не совсем воспитанные и вот здесь вот ощущение тому что иногда нужно показать свое лицо иногда нужно показать людям то место где те границы до которых переходить нельзя в 10 ощущение того что что то у вас такое произойдет в эмоциональном плане что вы очень хорошо себя отстоите и это наполнит вас эмоционально вы как будто бы знаете примите какое-то решение и скажете все хватит все по и больше так не будет да и вот с этого момента как вы решитесь на этот шаг у вас произойдут перемены на потусу кубков и вы сразу смотрите наполняетесь у вас вот как будто бы вам показывает что вот вот он твой потенциал до произошло очищение и оказывается ты можешь оказывается закрыли вот эти вот дырки туда куда вы сливали свои энергии вот и неожиданно вышло солнышко и вы наполнились ваш кубок наполнился следующая сфера до который мы будем разбирать это шестой дом он связан у нас с работой он связан со здоровьем и с готовностью меняться по поводу готовности меняться сразу могу сказать что да время пришло вы это чувствуете не случайно нам здесь про это говорила как раз ки королева мечей с повешенным вот то есть готовность она присутствует и опять таки не потому что вы к этому приложили какие-то усилия а потому что время пришло да то есть ну вот как-то вот вынужденное такое либо может быть даже она как-то вот само собой как-то разрулилась потому что прошлое уже не влияет каким-то образом вас на то есть цикл уже как будто бы сменились если мы говорим о работе кто здесь тоже необходимо какое-то обновление новшества перерождение если мы говорим про здоровье здесь все хорошо аркан смерти краски говорит о том что возможно здесь какие-то хронические болезни которые были они пришли к завершению какие перемены будут в сфере у вас здесь профессии так вы поставите себе какую-то цель по рыцарю мечей будете двигаться к ней ну куда без семерки мечей вы не можете да вот этот вот хитрость самообман типа вдруг рассосется вдруг ничего не надо будет делать ну с чем у вас здесь связана ваша хитрость самообманом краски с профессиональной сферы что с работы что ну вот опять луна до луна непонятно что вам тут непонятно чего вы боитесь ну вот финансово для вас это прямо самая больная такая . то есть как прийти вот к этой стабильности как зарабатывать да я вроде бы цель себе поставлю все равно есть как будто бы такой страх что ну не умею да не умею здесь такое ощущение что может быть вам пройти какие-нибудь курсы финансовой грамотности не в плане того чтобы научиться а у меня такое ощущение что вот вашу голову да у вас нету этого навыка у вас нету этого опыта как я говорила да приумножить могу зарабатывать не могу нет у вас этого навыка может быть вам не хватает вот этих мыслей если упадете на финансовую грамотность вообще просто послушать какие взгляды есть по поводу финансов как вообще люди думают что люди думают о финансах но не простые люди а люди которые находятся в этой сфере да там есть на продажники какие у них убеждения есть такое ощущение что вот вам вот этой вот этой вот идеи не хватает подумайте я не знаю там насколько вам чуждо например когда вы просто слушаете о том что там не знаю надо вложиться столько либо там финансы они делятся там на 15 30 20 там 15 на основную часть всякие затраты до 30 там например на себя и 20 надо откладывать то есть когда вы слышите вот такие формулы что происходит внутри вас насколько у вас идет вот это вот отторжение то есть может быть если вас это цепляет такие формулировки может быть стоит задуматься то здесь как будто вы каких-то таких финансовых мыслей вам не хватает посеять свою голову почитайте книги может быть если не хотите вкладываться финансов читайте книги на финансовую тему да вообще что такое деньги не в плане с точки зрения духовности не рассматривайте с этой точки зрения именно с материи да то есть вообще финансисты поговорите побольше с финансисты посмотрите как они думают их модели мышления то здесь нужно вот это вот смоделировать потому что вроде бы цель говорите да я поставлю себе цель больше зарабатывать да я ее прописала до понимают но не забывайте что вы все это делаете с того уровня на котором вы находите а на втором уровне который вы находите на нем нету денег значит вам нужно пойти на тот уровень, где есть эти деньги. А для этого вам нужны люди, которые уже там находятся. Посмотреть, как они мыслят, то есть почему они смотрят на деньги так, почему к ним деньги приходят. Не с точки зрения духовности, а с точки зрения каких-то убеждений, во что они верят. Потому что вы как будто бы в силу того, что вы не знаете себя, и вот эта вот финансовая тема для вас такая достаточно болезненна. Вы перекладываете ответственность на других. Высшие силы, я марионетка, здесь я марионетка. Высшие силы, подскажите, дайте знак, как сделаете, как с кем-то меня сведете, окей, тогда я буду работать. Да, вы очень хорошие в работе, то есть вы, могу сказать, как исполнитель хороший, но вот как руководитель я не вижу вот этой вот жилки, потому что у вас нету примера такого. Только вот найдите этот пример и посмотрите, чем этот пример мыслит, да, что в его голове, какими категориями он мыслит. Вот здесь про это. Кстати, по партнерству, да, у нас здесь выпал аркан справедливости. Он как раз-таки и говорит о том, что такое, что значит вообще аркан справедливости. Это ситуация, в которой прежде чем принять какое-то решение, мы рассматриваем на суде, да, разные точки зрения одной стороны, другой стороны, рассматриваем точки зрения, там, каких-то свидетелей. То есть для того, чтобы принять правильное решение, да, мы должны выслушать разные стороны, рассмотреть, то есть вот многогранно со всех сторон на ситуацию, чтобы потом в конечном принять какое-то решение. То есть семь раз отмерь, один раз отрежь. И вот сфера, на которой выпал аркан справедливости, это как раз-таки партнерство. Не в личных отношениях, а партнерство вообще, может быть, это профессиональное, может быть, это какая-то там, я не знаю, дружба, но здесь вот что-то такое более официальное. Вот. И здесь по справедливости будут какие-то перемены. Что за перемены вас ожидает в этой сфере? Семерка кубков. О чем-то вы тут мечтаете, фантазируете. Ага, понятно. Здесь у вас будут разрушены какие-то иллюзии, да. То есть, возможно, вы пойдете, к примеру, столкнулись с каким-то продюсером, который будет продвигать ваш товар, и вы увидели, что на рынке, в принципе, продюсеры берут как минимум 70%. И ты задаешься мыслью, блин, всю основную работу делаю я. Почему же продюсер берет 70%, да. Но вот вопрос как раз-таки этих иллюзий, здесь они будут разрушены. То есть, здесь, если были какие-то обманы, какие-то подставы, да, они будут разрушены. Здесь как будто бы восторжествует, хочется сказать, истина. То есть, все будет абсолютно так, как и должно быть, да. Вот все получат по заслугам, да. И вы здесь увидите какие-то новые горизонты вам откроются в этой сфере, да. Ощутите себя победителем. Не знаю, может быть, здесь какие-то судебные моменты были. И здесь идет выигрыш. Здесь идет выигрыш. А, у нас здесь еще Аркансонс. Я думала, все уже, оказывается, нет. Так, значит, выпал у нас Аркансонс. Аркансонс у нас о чем говорит, да. Во-первых, какая-то сфера. Это девятое. Я уже говорила, это то, что связано с развитием, с путешествиями за границу, да. Вот. Это про расширение, это про знания, вот. Это про законы, это про прошлый опыт. И здесь, наконец-таки, у вас будут перемены, да. Причем планирование такое масштабное, глобальное. Вот. Перемены очень хорошие, да. Какой-то вот удачный, удачный случай, удачное стечение обстоятельств. Что здесь произойдет, какие перемены. Ну, здесь, во-первых, вы пойдете учиться, если для кого-то это вот прям важно, да. Рождение чего-то нового, да. Причем какое-то обучение, которое поможет вам переродиться. Аркан смерти. Оно очень сильно повлияет каким-то образом на ваше будущее. Вот. Что приведет вас к императрице. Здесь, может быть, еще расскажу, какое-то обучение. Либо какой-то, я не знаю, внимательный такой, что ли, ваш поступок, который познакомит вас с очень интересным и важным человеком. Может быть, ваше окружение сменится. Но здесь вот именно один какой-то конкретный человек, король жезлов, да. Очень такой яркий, харизматичный. Но, скорее всего, это учитель. Это не пролюбовное. Это какой-то учитель, этот наставник, который поможет вам. Вот то, что, скорее всего, то, о чем я говорила. Может быть, вы прислушаетесь, когда я говорила про обучение. И поможет вам вот прийти вот в этот статус императрицы человека, который умеет реализовывать свои желания чужими руками. Тоже такой, знаете, очень хороший навык. Что касается поездок за границу. Ну, пока я бы сказала, что здесь идет просто изучение материала, да. Ну, то есть, пока нет. Пока нет. Но вот про обучение, да. Про обучение, да. Это может быть даже обучение ваших детей, да. То есть, если задумываетесь о том, чтобы, не знаю, куда-то отправить на обучение. То есть, обучение это, может быть, какие-то школы, кружки. Вот. То есть, здесь все хорошо. Все хорошо. В этой сфере все хорошо. Следующий великий аркан, который у нас выпал, это вот аркан высшего суда. Он у нас выпал как раз-таки на 10 дом. Домник, который связан непосредственно с отцом, с отцовской фигурой. И также этот дом у нас связан с достижением целей, да, с получением результатов. Вообще, сам по себе аркан высшего суда говорит уже о том, что вы получили какой-то очень хороший опыт, да. То есть, здесь достижение результата, оно есть. Причем этот результат, который вы закладывали давным-давно, да. То есть, это не то, что вот прям, там, я не знаю, шесть месяцев, да. То есть, это вот прям вот большой-большой период в вашей жизни, этап какой-то. Вот. Здесь, причем даже может быть и вмешательство свыше, для того, чтобы показать вам, что время пришло. Что здесь? Какие перемены будут? Какого результата вы достигнете, да. Ну, в принципе, тройка жезлов. То, что вы планировали. То, что вы планировали. Еще одна тройка, да. Тройка пентаклей. То, во что вы вкладывались, то, что вы планировали, вот как-то вот стаканится, стабилизируется по четверке жезлов. Да, это наполнит вас эмоционально. Причем это долгое время не развивалось. Это восьмерка жезлов, да. Здесь, в этой колоде. Альтернатива ее, мы ее видели. Где-то вот. Вот она. Только вот вы смотрите. Вот это вот восьмерка и эта восьмерка. Вот эта восьмерка, да, она говорит о том, что вот есть глаз, да. И вот эти вот жезлы, они вниз спускаются. То есть, очень быстрое, скоростное развитие. Вот. А здесь, как будто бы в голове они идут наверх, да. Как-то вот голова, как гнездо, когда уже ничего не развивается. Здесь, наоборот, присутствует некая такая медлительность, заторможенность. Она может говорить о том, что нужно замедлиться. Либо, наоборот, вы слишком медленно развиваетесь. Поэтому здесь речь у нас шла о том, что что-то, когда во что-то вы вкладывались, да, но долгое время оно как-то не проявляло себя, не развивалось. Сейчас придет время, когда это вот и приведет вас к плодородию, к изобилию. Здесь у меня такое ощущение, да, что я вам целый цикл объяснила того, что произойдет. То есть, первично какие-то мысли, да, в вашей голове, которые приведут вас к пониманию, что где-то я жертвую и надо брать ответственность на себя. Начинаете совершать определенные действия, да, перемены. Решаетесь в первую очередь, да, то есть я должна решиться. И после этого, вот как будто бы по справедливости все начнется складываться. Именно в позитивном русле. Мне кажется, что сегодня у меня были все три позиции достаточно позитивные. У каждого из вас свои ситуации. Я вам очень благодарна, что вы пишете о них в своих комментариях за то, что ставите лайки. Я вам очень-очень благодарна за это. На этом прощаюсь с вами. Всем всего самого наилучшего. Пока-пока.